включить лампочку. Я всех приветствую, сегодня у нас пятница, 19 ноября, и у нас сегодня сдвоен урок. Сейчас, чтобы все мою ссылочку видели, я еще раз повторю, это для старших классов, почему-то старшие классы не видят мою ссылку. А вот пришли со старших классов, с восьмого и седьмого, да? Так, 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 в общем, я вас всех приветствую, я надеюсь, все смогли найти ссылку, я надеюсь, у всех получилось приобрести зеленую гречку, потому что у нас сегодня урок будет построен таким образом, что первую часть урока, первую нашу конференцию, 40 минут, мы проведем совместно, средние классы и старшие классы, и будем сегодня кулинарить. И у нас будет очень простой рецепт, рецепт из зеленой гречки, поэтому я просила вам, Антон Васильевич должен был сказать список, небольшой очень список ингредиентов, нам понадобится всего лишь зеленая гречка, она вот так вот выглядит, это та самая гречка, то есть зеленая, это не означает, что она недоспевшая, это означает просто, что она не подвержена никакой другой обработке, да, и пропаренная, и обжаренная, потому что ту коричневую гречку, которую мы привыкли видеть в супермаркетах, в магазинах, это вот эта самая гречка, только подверженная тепловой обработке. Поэтому если вы захотите проращивать коричневую гречку, у вас ничего не получится, она просто у вас набухнет, уже будет готова к пище, но проращивать из нее ничего не получится, а вот из такой гречки, она, это живое семя, да, она готова к проращиванию. Мы из нее вообще, я вам рекомендую, чтобы вы нашли какую-то точку, может быть, заказали даже через интернет, если в магазинах у вас, в вашем регионе это дорого, потому что я знаю, что в некоторых магазинах, если зайти, особенно в магазины здорового образа жизни, здорового питания, то она как на вес золота, дорого и небольшая порция. Поэтому обычно в крупных городах есть оптовые какие-то точки. А также сегодня у нас интернет, да, Google помощь, как говорится, можно заказать, чтобы ее доставили в те регионы, в которых вы живете. Это очень питательная, очень полезная такая крупа, да, злаки, которую я очень советую вам в своем доме иметь, и вы найдете массу рецептов, и мы, позволит Господь, мы еще сделаем не один рецепт из вот такого простого ингредиента. Нам сегодня понадобится зеленая гречка, соль и водичка. Всего лишь три ингредиента. Для дегустации нам потребуется маслечко. У меня оливковое, но я просила, да, знаю, что, ну, как бы в зависимости от того, какое масло вы любите или же, ну, какое предпочтительнее, да, по цене, по вкусовым качествам, но только, пожалуйста, выбирайте нерафинированное, потому что, когда масло проводит обработку и вот эти все процессы гидрогенизации, дегидрации, то получается такая смесь, которая лучше не позволяет такой смеси попадать в наш организм, потому что она очень такое вот пагубное, пагубные свойства отнесет. Ну, это все, как бы я вам рассказала. Давайте, наверное, перед... Я вижу, Захар поднял руку. Захар, у тебя есть вопрос? Да, есть. Вот у меня зеленой гречки нет, но у меня есть мука цельнозерновая, она подойдет. Вот, хорошо, смотрите, я сейчас расскажу, что делать людям, вот мы сейчас перед уроком нашим помолимся, и я расскажу, что делать тем, у кого нету гречки, но тоже сегодня хочет с нами покулинарить, это тоже будет возможно, тоже будем делать лепешки. Для этого вам нужно будет место оборудованное, да, я писала, что нам понадобится сковородочка, ну и, соответственно, поверхность, на которой вы будете это все дело приготовлять. Нам понадобится блендер, кофемолка, нам понадобится ложка и лопаточка. Она может быть любая, может быть деревянная, может быть силиконовая, какая, в общем, есть, это для того, чтобы можно было переворачивать. В принципе, вот мы сейчас помолимся, и я расскажу, делать тем, у кого нету зеленой гречки, пускай у вас будут те же самые ингредиенты тоже, только будет у вас цельнозерновая мука, у вас будет соль, у вас будет вода, и у вас будет масочка. Я расскажу вам про порции по вашим, там будет немножечко отличаться от нашего приготовления. Ну, в принципе, тоже все очень-очень просто. Я вижу, Дима и Англина подняли руку. Пожалуйста, вопросы? За место кокосового молока кокосовая стружка пойдет? Кокосовое молоко на сегодня не нужно. Это когда я давала списочек, я говорила, что если вы будете искать, то пускай оно у вас будет в холодильнике, пускай оно будет у вас в доме. На сегодня нам нужно всего лишь три ингредиента. Нам нужна зеленая гречка, нам нужна соль, нам нужна вода. Потом, в процессе, когда мы уже приготовим, нам понадобится масло, нерафинированное. А на сегодня все. Но пускай у вас будет кокосовое молоко, если вы его приобрели, это хорошо, потому что оно на следующие наши мастер-классы, вот ближайшие недели будут посвящены мастер-классам по питанию. Поэтому пускай у вас будет это, оно нам понадобится, оно не пропадет. Так. Молимся, да? Как измельчители получится измельчить? А то у нас как-то позимок. Вот в таком измельчителе могут остаться, я не знаю, насколько он мощный. Если он мощный, потом можно попробовать, да. Если вы увидите, что там будут крупинки, вот в таких случаях, когда вот такой измельчитель, я советую тогда замачивать на несколько часов хотя бы. Они тогда станут мягенькими, вместе с водой они перемерят более такую пластичную консистенцию. Там все равно будут крупиночки. Но если есть кофемолочка, то можно просто, мы не такое большое сейчас будем объем, да, делать. Поэтому можете в кофемолочке это все тоже сделать. Спасибо. Пожалуйста. Итак, Дима, еще вопрос? Нет, у меня просто рука не убирается. Просто рука. Хорошо. Итак, приглашаю вас всех к молитве, и мы начинаем наш урок. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть хлеб жизни живой наш. Я благодарю Тебя за то, что Ты нас питаешь каждый день своим светом, своим дыханием жизни. И также, Господи, не оставляешь нас так же и голодными, насыщаешь так же, даешь нам на каждый день пищу насущную. Мы благодарим и прославляем Тебя, что можем вот такой компанией и вот в классе, посвященном здоровому образу жизни, реформе здоровья, которой Ты сам являешься автором. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем собраться и постигать вот эту науку простых естественных средств исцеления, которые мы можем ежедневно использовать в нашей жизни. Благослови, Господи, чтобы этот урок прошел интересно, плодотворно, чтобы всем ребятам понравился этот процесс, чтобы они могли включать творчество, они и их родители, чтобы, используя вот такие простые, легкие питательные рецепты, чтобы могли подкрепление и в физической своей форме также обретать. И в виде хорошего здоровья, энергии, целости, духа и тела. Благослови, посреди нас прибудь и веди своей рукой. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, когда мы начинаем, сразу, вот прежде чем мы все начнем делать, сразу же включите плиточку, на которой вы будете это все готовить и поставьте на нее сковородку. У нас сковородка должна быть горячая, поэтому мы все остальное сделаем быстро, как раз вот эти вот 5-7 минут, которые мы будем приготовлять, пока будем замешивать, у вас уже будет горячая сковородка к этому моменту. Поэтому включаем плитку, но включаем не на максималку, то есть у каждого разное, да, у кого-то газовое, у кого-то электрическое, в электрическое тоже бывают разные вот эти вот, ну, количество делений, да, на которые можно ставить градусы. Поэтому включайте таким образом, вот, допустим, из 8 возможных на 6-курочку примерно. То есть у вас не должно гореть ничего, но будет спокойненько, должна быть горячая, но не раскаленная сковородка. Пока у нас нагревается наша плитка. Виля, опусти камеру на стол, чтобы мы видели, что ты там делаешь, потому что я, у меня гречка еще лежит там далеко от меня, я до нее не доберусь. Смотрите, сейчас, прежде чем мы начнем делать зеленые гречки, потому что у нас это будет очень быстро, я скажу, что делать тем людям, которых зеленой гречки нет, у кого есть цельнозерновая мука. Возьмите примерно 300 грамм цельнозерновой муки и 200 грамм водички. Сначала вы, лучше пускай это будет горячая вода, да, вы можете закипятить водичку, всего 200 грамм, она у вас быстро закипит. И как только у вас закипит водичка, вы в нее добавляете соль и перемешиваете. Как только у водички соль растворится, вы ее выливаете в муку и замешиваете. Бывает, качество муки разное, поэтому пускай у вас будет еще несколько щепоток, если что, нужно будет добавить. Так, у Захара есть рука. Захар, говори, какой у тебя вопрос? А какого размера нужна сковородка? Большая или маленькая? Средняя. У меня обычная сковородка вот такая, я не знаю, это 26, наверное, у меня диаметр. Примерно размером с голову. Это без разницы, какая сковородка. Вы можете с вашей лепешечки делать любого размера на ваш вкус и цвет. Знаете, как говорят, мой любимый цвет, мой любимый размер. Вот какая у вас сковородка есть, она как раз будет самая подходящая. Юля, Гришин Даниил, пожалуйста, какой вопрос? 200 грамм воды, а еще что вот в начале рецепта? Это для тех, у кого нету зеленой гречки. Как раз у меня нету. Хорошо. Цельнозерновая мука 300 грамм и 200 миллилитров, 200 грамм водички горячей. В горячую вы берете, добавляете соль, чайную ложечку и размешиваете. В вашу муку вы добавляете примерно 2 столовые ложки маслечка. Сколько воды? 200 миллилитров воды. На 300 грамм муки 200 грамм воды. Масла сколько? Масла 2 столовые ложечки. В воду мы добавили соль, в муку мы добавили масло. Это все перемешали, чтобы масло проникло в эту муку, размешалось. И как только мы размешали масло с мукой, мы добавляем туда водичку и хорошенько перемешиваем. Сначала... А соли сколько? Чайную ложечку достаточно будет. Мы перемешиваем это все сначала ложкой. И только видим, что более-менее так мы смешали консистенцию. Начинаем вымешивать руками. Потом это все... Все, я записал. Потом это все вымешиваем. Вот это вот тесточка. Можно выложить на стол, на доску. Вымешиваем тесточка. И оставляем буквально, пока мы будем зеленую гречку приготовлять, вот на этот момент, где-то 5 минуточек, оставьте это все, чтобы тесто немножечко могло подышать, как говорится. Накройте ее салфановым пакетиком или какой-то тканью и оставьте ее. Вот это для тех, у кого нет зеленой гречки. Для тех, у кого зеленая гречка, мы приступаем. Я взяла... Смотрите, в зависимости от того, сколько вы хотите лепешек, вы можете на глаз взять муки, зеленой гречки. Я взяла зеленой гречки 2 стакана. Что нужно делать? У меня блендер. Если у вас, допустим, кофемолочка, и вы хотите просто попробовать, не очень многое сделать на первый раз, вы можете потом добавить после урока, потому что мы сегодня короткий, небольшой по продолжительности урок, поэтому мы сегодня сделаем тест-драйв такой, чтобы вы могли видеть, как это работает, как это легко и просто. У меня здесь примерно 2 стакана зеленой гречки. Я его высыпаю сюда. Можно вопрос? Можно. А гречка должна быть вареной или обычной? Нет, нет, нет. Просто зеленая гречка. Вот такой зеленой гречки. Вот я же вам показываю. Крупу зеленой гречки. Что, уже сварили там? Нет. Ребята, включайте камеры, чтобы было видно всем интересно, у кого что там дымит, горит, кто как готовит. Добавили 2 стаканчика вот этой гречки, да? Отлично. Так, я записал. Теперь нам нужно добавить сюда же, допустим, можно потом добавить, когда у вас уже мука будет, можно добавить прямо сейчас, если вы в блендере делаете, можно прямо сейчас. Добавляем чайную ложечку сольки. Добавили соли немножечко. И теперь нам это нужно все перемолоть. Даниил, у тебя вопрос? Нет, я просто забыла руку убрать. Хорошо. Все убрали. Теперь мы включаем. Я сейчас на секундочку выключу звук, потому что он у меня громко работает, чтобы вас не оглушать. Ангелина Лисова, как там вы? Сколько вы уже минут или часов мелите? А потом, когда гречки смягчили, куда девать? Сейчас Юля скажет. Подождите, вы пока перемалывайте. Юля, надо до какого состояния? Пудры или такой жесткой муки? Она не слышит. А напишите рецепт в чат кто-нибудь. У нас уже поздно, мы не успеем приготовить. В чате написали рецепт. Я же пишу в чат рецепт. Он уже написан, да? Написан уже. Копируйте из чата. Юля, а что, ты добавила воды туда? Я не добавляла сюда воды, нет. Я не добавляла сюда воды. Это ваш блендер. Это просто мощный. Ну, зеленая гречка, она, даже если у вас не сильно мощный блендер, но лезвия там хорошие, да? Или же это может быть даже погружной. Зеленая гречка – это очень мягкий злак. Поэтому блендеру и кофемолке, даже если у нее там какие-то такие лезвики, они очень сильные, да? Оно не поломает. Очень мягкий. То есть кофемолка, кофе, да, кофе-зерно, они очень плотные. Зеленая гречка, она очень нежная, мягкая, поэтому она легко перемалывается. Юля, подняли руку, Ангелина. Юля, давай дальше, потому что у нас полурука осталась. Ангелина, говори. Гречка должна быть, вот, когда ее перемололи, как мука? Да, как мука. А покажите, как у вас, Ангелина, поднесите к камере. Или Юля, да, покажи, как оно выглядит к камере, засунь. Ух ты, еще ближе. А, ну, совсем да, как мука. Она как мука, вот, она просто перемололась прямо вот совсем в пух. И вы видели, на это потребовалось, вот, меньше минутки. Буквально, вот, оно, в кофемолочке, можно просто, если кофемолка у вас небольшая, но вы просто это делаете, ну, вот, в несколько заходов, да? Чуть-чуть перемололи, несколько столовых столовых сделали. Итак. Куда добавляем воды, да? Теперь вот сюда, в наш, сейчас я закрою. Теперь мы высыпаем в такую вот мисочку, да, вашу муку. И теперь нужно нам сюда добавить воды. Добавляем понемножку, в зависимости от того, сколько вы взяли, да, по количеству муки. Поэтому будем постепенно добавлять. Немножко далили, миллилитров 100-150, допустим, залили. И начинаем плавненько, аккуратненько это все дело перемешивать. Сейчас я вам покажу, что у меня получается. Вот я залила водички и начинаю перемешивать. В конечном итоге, Юля, подскажи, какая должна быть, сметана или что должно быть? Да, как на оладушке, такая вот, как вязкая сметанка должна быть. Густой сметаны, да? Так, густая сметанка. Сейчас все покажу. Вот видите, потихонечку, потихонечку мука начинает себя принимать. Водичку? У меня что-то не то. С чего не то? Ангелина, добавляйте воду уже, у вас сухое слишком. Если сухое, а, ну, нет, прекрасная мука, прекрасная мука. Можете вот еще минутку? Ой, Захар, класс. Слушай, Захар уже формирует лепешки. Ух ты, Захар, нужно водички еще будет добавить, это сухо. Захар, добавь водички еще. Потихонечку, сразу много не добавляй, потихонечку добавь немножечко водички и продолжай ее смешивать. Прекрасная мука, даже если у вас получилась не сильно вот такая вот пушистая, да, чуть-чуть там маленькие такие вот крупиночки, не переживайте, все получится. Ангелина, может быть, у тебя хватит уже, у тебя же там уже этот самый, мука уже. В это время, пока мы перемешиваем, те, у кого нету зеленой гречки, у вас получилось замешать тесто? Ну, вот кто-то Захар спрашивал, да, или Даниил, у Даниила, да, мука цельно-зерновая. Так, Захар, я сейчас, друзья, я попробую в час сбросить в конце рецепт, то, что Юля надиктовала, надеюсь. Смотрите, у меня вот получилась вот такая консистенция, видите, но она плотная достаточно еще, я немножечко еще водички вот сюда добавлю. Немножко бустально добавлю, посмотрю, что получится. Вот так добавляет, то есть понемножку добавляете, вмешиваете ее, и должны почувствовать, что она будет как скетанка такая. То есть вот таким образом, сейчас чуть-чуть еще. У меня намного лучше стало. Отлично. Я уверена. Ребята, я не могу скопировать с чата, кто может полностью текст, у меня почему-то он не копируется. Скопируйте, пожалуйста, все, что я... А? Скопируйте именно что? Потому что у меня половина только почему-то копируется и не вставляется. А куда? Ну, мне в лечку скиньте, я потом его исправлю. Вот примерно вот такая консистенция нам нужна. То есть она не сильно жидкая, если вдруг получилось жидко, то чуть-чуть можете добавить сюда муки. Юля, для цельнозерновой муки такая же консистенция должна быть? Нет, цельнозерновая мука, я же ждала четко пропорции, должна получиться... Она будет немножечко прилипать к рукам, но благодаря тому, что мы можем муку подмешивать, когда будем ее вымешивать, должен получиться такой кругляшок, который вы его вмесите. Он должен быть приятный такой, пластичный, как пластилин такой, да? Должен быть, должно быть тесно. И потом мы делим его на несколько частей. И так у нас, Анечке, будет вопрос, сейчас секундочку. Когда мы вымешали эту цельнозерновую, у нас получился такой кругляшок, да, который вы под пленочком клали. И теперь нам нужно разделить его на несколько частей так, чтобы, когда мы сделаем, раскатаем его в кружочек, вот этот кусочек, да, этого теста, чтобы у нас получилось не больше сковородки. То есть если... Сахар, у тебя твердое слишком, добавь воды. У кого из зеленой гречки тесто, должно получиться вот такой консистенции, как сметанка, как на оладно. Сахар, посмотри, как у Юли, да, вот видишь, добавь воды, чтобы у тебя так же, как мед. Чуть-чуть, да, чуть-чуть, оно не сильно жидкое, таким образом, чтобы у нас сформировалось... Евгелина, покажи поближе. У тебя слишком жидкое, мне кажется. Это подойдет, вот это уже подойдет. Если хочешь, можешь буквально чуть-чуть муки добавить, если еще осталась мука. Если нет, вот это хорошая консистенция, она подойдет. Анечка, у меня ручка, есть вопросы? Да, приблизительно полностью всего, сколько должно быть воды? Для зеленой гречки? Да. По консистенции. Ну вот у меня ушло где-то миллилитров 200. Ага, хорошо, 200, 200. Аня, ну ты смотри не по воде, а посмотри. Юля, покажи еще раз консистенцию. Аня, смотри, у тебя должна быть консистенция вот такая. Юля, покажи. Не сразу все добавляет, да, а постепенно в воде... О, видишь, вот такое должно получиться. Ты на воду не смотри, именно консистенция теста, чтобы было. Понятно. У кого получилась вот такая консистенция? Сковорода горит? Сковорода у нас должна быть уже горячая. То есть она не должна быть раскаленная, но она должна быть горячая. Сейчас я таким образом сделаю. Видите, это хорошо, да? Да, да, да. Мы делаем, вот как оладушки мы делаем, да? Что мы делаем? Без масла. Без масла. Обратите внимание, пожалуйста, обратите внимание. Сковорода сукая, ничего на ней нету. Она просто горячая. Нам масло сейчас на этом этапе приготовления, но не нужно совершенно ни внутри, ни в тесте, ни вот здесь. У тех, кто делает из цельнозерновой муки, у тех две столовые ложечки они есть в тесте, чтобы у вас не сильно липла эта мука, чтобы вы могли сформировать хороший. Для тех, кто делает из цельнозерновой, у вас уже должен быть получился кругляшок, да? Вы его раскатаете, чтобы он получился тоненький, такой, как лавашик. И вот этот тоненький лавашик прямо на горячую сковородку, на сухую горячую сковородку вы прямо укладываете с одной стороны. У кого мы делаем зеленую гречку, мы поступаем таким образом. Берем и накладываем прямо на сковородочку, раз, аккуратно, да? И разровняли ее, чтобы получился красивый такой кружочек. И вторую вот такую столовую ложечку сюда же накладываем. Второй раз. И разровняли ее, чтобы у нас получился такой красивый кругляшок, красивый оладушек. Я сейчас преподнесу ближе. Вот такой у меня кругляш получился. Так ты на всю сковороду можешь сделать блин большой? Можно, но я предпочитаю маленькие, поэтому вы даже можете, допустим, вот я сделала сейчас по две ложечки, да? А можно делать по одной ложке, но не несколько. Вот у меня сюда три или четыре штучки обычно помещаются. Они получаются небольшой формы, такой, как оладушки. Для экономии времени можно делать побольше. Примерно таким образом, чтобы они были где-то, ну, 70 миллиметров высотой, да? Где-то, ну, сантиметрик можно, чтобы они были по толщине примерно в сантиметрик. Для тех, кто делается с цельнозерновой, те у нас раскатывают тоненькую. Вот чем тоньше лавашок, тем у вас будет хорошо. И вот мы ждем... Мне кажется, у меня слишком жидкое тесто получилось. Жидкое на... Че, на цельнозерновой? Цельнозерновой? Добавь муки. Просто добавь муки. Добавь муки и еще перемешни. Можешь немножечко масочка. Ангелина, вопрос? Крышкой закрывать не надо сковородку. Не надо, крышкой не надо. Вот как вы увидите? На окошке это пищи, да? На максимальной мощности. Плохо слышу. Плитов, включающие на коксане, максимальная мощность. Не на максимальную мощность. Не на максимальную мощность. Максимально может быть сильный, либо сильный огонь, либо сильное же электричество. Треднее. Вы чуть-чуть убираете. Один, два деления, нижнюю максимума. Юля, покажи, что у тебя там уже, может, полтора минуты прошло. Переворачивай. Подожди. У меня... Вот если у меня блендер мощный, то вот эта нагревательная штука, она мне переносная, я ее с собой на мастер-классы ввожу, на различные мероприятия, она мне не очень мощная. И у меня она получается чуть-чуть дольше, чем на плитке, если бы я делала. И они получаются к корочке такой вот румяненькой. Поэтому на вашей, может быть, она будет чуть-чуть... У меня будет побледнее. У вас будет такая румяненькая окантовочка. Вот видите? Сейчас покажу. Видите, оно дышит? Вот такие вот поры создаются. Это означает, что... Ближе. Ближе вот так, да? Еще, еще. Поры такие. Как пудречки такие образуются. Это значит, что уже все готово. Хочу заметить, что... Сейчас я переверну, да? Ангелина, покажи пока ты свое. О, отлично. Переворачивай скорее, у тебя уже горит. Нет, не горит. А, нет. Должны понять, что очень легко переворачивается. Смотри, а у Ангелины не поджарилось снизу. То есть так должно быть светлое? Оно будет светленькое, да. Оно будет светленькое, но Ангелина почему? Вон там румяненькое, да. Вот бочок румяненький есть. Как вкусно пахнет. Пахнет действительно вкусно. Дима, вопрос есть, да? Да. Вот так пойдет? Это из... Еще чуть-чуть воды добавь. Это из муки или из гречки? Воды добавь чуть-чуть. Должно быть как сметана. Чуть-чуть воды и быстрее запекай. Дим, еще раз. Из гречки? Да-да. Из гречки. Водички чуть-чуть добавь и перемаси, чтобы она была пластичная. Да-да. То есть, вот с одной стороны, причем, обращая внимание, если наверняка вы сталкивались, может быть, что родители вам говорили, не кушай сырое тесто. Действительно, сырое тесто лучше его не кушать. Но зеленая гречка не тот вариант. То есть, зеленая гречка, она, в принципе, когда набухает, она уже готова к употреблению. Она проращивается, и она никаких негативных последствий вам не принесет. Поэтому здесь, вот в этом варианте, не пропечься оно, в принципе, не может. В любом варианте оно будет готово. Ну, вот у нас ушло полторы минуты, да, примерно на одну сторону. Вот сейчас вот уже сколько у нас времечко прошло. На другой стороне, в принципе, уже можно снимать. Сейчас мы с вами снимем, кто у кого помощнее, да, плиточка. Уже наверняка, что оно готово. Что мы будем делать, каким образом будем дальше поступать? У нас остается 6 минут до окончания нашей сессии. Для тех, кто сделал здесь цельнозерновой, переверните ваш... Вы блинчик один такой, липошечку положили, да, уже тоже можно переворачивать. Вы увидеть должны такие пупырочки подрумяненные и перевернуть на другую сторону ваш лаваш. Мы это уже сделали с зеленой гречкой. Я сейчас покажу, что у меня получилось. У меня получился он вот такой вот бледненький. Это ничего, если бледненький, но у кого мощность хорошая, у того будет зажаристый, он такой румяненький будет. Здесь, здесь бачок, да. Вот это уже готово. Даже если он бледненький, он уже готово. Ты можешь разломать, показать, как она внутри. А я сейчас это сделаю, но прежде чем я разломаю, я сделаю одну вещь. Вот мы, я говорила, что нам понадобится маслечко для дегустации. Теперь мы берем блюдечко, небольшое блюдечко, вот у меня блюдечко такое, чтобы видно было, да, всем прозрачное. И добавляем немножко маслечка, ну вот чайную ложечку. И вот с этим маслечком мы добавляем немножко сольки. Сделали, да? То есть у нас масло и соль. И вот теперь пришло время для дегустации. Можно подождать, чтобы оно чуть-чуть остыло, потому что будет горячо сразу, да? Ну и вот я вот постараюсь вам разломить, чтобы вам видно было. Вот такой консистенции, видно пар пошел. Вот такой консистенции лепешка. Вот по сути это хлеб. Класс. Когда вы оставляете его, видите, у меня здесь специально такая платформочка, как с сеточкой. Лучше всего использовать такую платформу, потому что если вы положите на тарелку, и у вас получилась вот эта вот корочка, такая зажаристая, да? Понятно, она пропадет. А она будет мягкая, потому что будет потеть, вот этот пар будет отдавать, и она будет мокреть. Поэтому лучше на что-то, либо чтобы это была деревянная какая-то вот дощечка, либо же картонную, знаете, бывает вот из бамбуковой. Салфетка подойдет, если положить несколько салфеток? Да, бывает, да. Юля, подскажи, те, кто делает сейчас из муки, сколько минут запекать? Из муки перевернули с одной стороны, перевернули, посмотрели, чтобы оно было вот другое, другое готовое, и вот то же самое мы теперь можем делать. То есть и тот, и тот рецепт, он быстрый, но вот этот рецепт во много раз полезнее. А что дальше нужно делать? А что дальше нужно делать? Теперь вы отламываете маленький кусочек, берете ваше... Показывай ближе к камере, Юль. Отломили маленький кусочек, берете ваше блюдце, да, с маслечком, с солью, и хорошенечко помните, как на вечере Иисус, обмакнув хлеб в масло, преломил со своими учениками и кушал. Там, по-моему, вино обмакивали. Масло. В масло? Кто дегустирует, идите со мной. Ребята, покажите, как вы там обмакиваете хлеб в масло, Ангелина. Какой аромат. Юля, съешь из-за меня лепешечку. Мы лепешечку так попробовали, без масла. Их уже нет у вас, да, этих лепешек? Как вам? Еще есть. Ну как она? А у вас такая серенькая, темненькая, да, получилась? Расскажите, вам понравилось? Ну да. Не знаю, что когда станет. Тихо-тихо, поближе. Ага, прикольно. Как лепешка. Можно чуть-чуть? Можно чуть-чуть? Здравствуйте. Вот так, по-другому. Так, у Димы вообще можно в ресторан подавать. Такое блюдо красивое получилось. Смотри, они у тебя, наверное, не очень просто поднимались, да? Огось. Не очень просто. Легко переворачивалась лепешка? Вы должны обратить внимание, что если вы поддеваете, и она не поддается сразу, это значит, подождите еще несколько секунд. Потому что... Представляете, нашему коту тоже понравилась лепешка. Да, это же, это же, это же. О, хорошо, вашему коту, он тоже на зоже. Так вот, если сразу не переворачивается, это значит, что нужно буквально несколько секунд подождать, и как только оно чуть-чуть еще вот возьмется этой корочкой, оно легко перевернется на другую сторону. То же самое и с другой стороны. Вот такой простой рецепт. Я надеюсь, он вам понравится. Его можно использовать. Видите, мы буквально, нам потребовалось несколько минут, чтобы это все вот смешать, поставить, через 3 минутки уже готовый хлеб. Потому что если у вас нет хлеба, не спешите бежать в магазин, а возьмите, сами сделайте такие лепешки. Но самое главное, здесь очень сбалансированное содержание. Здесь и белки, и жиры, благодаря маслу, да, и углеводы. Причем белков здесь хорошее очень количество. Скажите поближе, пожалуйста. Покажать? Вот так. Итак, сейчас сессия, знаете, что это классическая форма. Вы можете добавлять сюда специи, вы можете сюда добавлять тыкву, вы можете добавлять сладости какие-то, либо бананчики, либо орешки. Это уже на ваш вкус и предпочтение. Вы можете делать их солеными, можете делать сладкими. Это вот базовый рецепт, да. А дальше это у вас уже творчество будет. Сейчас, скорее всего, уже разъединиться, поэтому я вам желаю благословений. Мы расходим сейчас на два класса, Антон Васильевич будет ждать средние классы, а я наших старшие классы жду также на подключение через несколько минуточек. Приятного аппетита. Юлия, спасибо. В 9.40 встречаемся, 10 минут перерыва.